Жертвоприношение Ифигении – единственная картина Жанна Тасселя в музеях России. Художник отталкивался от древнегреческого мифа о Троянской войне. Дочь мекенского царя Агамемнона Ифигению собираются принести в жертву богиня Артемидия, чтобы та не препятствовала отплытию греческих кораблей в Трою. Мекенский царь Агамемнон не сдержал обещания данного богини Артемидия и в наказание должен принести в жертву свою дочь Ифигению. В центре композиции – Ифигения, над которой склоняется отец. Рядом с жертвенником – прорицатель Калхаз, занесший руку с мечом. Справа вверху за происходящим наблюдает Артемида. В последний момент она решает заменить человеческую жертву Ланью, а после переносит Ифигению на облаке в Тавриду, чтобы сделать ее своей жрицей. Жан Тассель несколько лет учился в Риме и испытал там сильное влияние Караваджо и Маньеристов. Это можно наблюдать в трактовке фигур. Картина построена на цветовых контрастах и резких свето-теневых эффектах, что добавляет изображению драматизма. И в XVII и XVIII веке идеалом красоты и совершенства считалось античное искусство. Художники разных эпох и поколений неизменно обращались к античным сюжетам. Картина «Похищение сабинянок» – одна из лучших работ Декуртейля в историческом жанре. По легенде, в эпоху Рамула римляне не могли найти себе жен и похищали их у племени сабинян. Разгорелась война, и когда сабиняне пришли в Рим мстить, именно женщины, уже родившие к тому времени детей, смогли остановить непримиримых мужчин. Слева на картине мы видим Рамула, стоящего над толпой перед храмом Юпитера и отдающего приказ к выступлению. Очень выразительны женские фигуры, здесь эмоции доведены до предела. В самом центре на переднем плане художник поместил неожиданную деталь – голубую женскую сандалию, которую в схватке потеряла одна из героинь. В композиции важную роль играет архитектурный фон с мотивами аркад, портиков и античных храмов.